Старшеклассник захватил заложника в столичной школе из-за нервного срыва. Однако его причиной не был школьный конфликт. Подросток был отличником и не ссорился ни с учителями, ни со сверстниками. К таким предварительным выводам пришли в Следственном комитете. Сегодня во время урока географии ученик 10 класса Сергей Гордеев вошел в школу, прошел в охрану, в котором находился представитель частного охранного предприятия. И под угрозой оружие заставил открыть ему. И вошел в 10 класс, в котором он учился. Не говоря ни слова, произвел несколько выстрелов учителя географии. И затем, когда по тревожной кнопке, буквально через 4 минуты приехали сотрудники полиции и открыли дверь в класс, произвел еще несколько выстрелов, от которых один сотрудник полиции погиб. Это Бушуев Сергей Викторович, прапорщик. А второй был ранен. Крофин Владимир Александрович, старший сержант. Сейчас он находится, насколько я знаю, в больнице, в тяжелом состоянии. Сейчас идет операция. В настоящий момент на месте происшествия работают и криминалисты, и следователи, и из Центрального аппарата Следственного комитета. Сейчас выясняются и мотивы. Вот по нашим данным, Гордеев Сергей был отличником. И, скорее всего, был такой эмоциональный срыв. Пришел в свой класс, к своим одноклассникам. Что послужило причиной этого срыва, будут выяснили следователи. Теперь старшекласснику назначат психологическую экспертизу и будут изучать содержимое его компьютера. Уже известны имена погибших. Это учитель географии Андрей Кириллов и прапорщик полиции Сергей Бушуев. Сдаться подростков, говорил отец, никто из учеников не пострадал, но многим из них потребовалась помощь психологу. Была проведена работа с отцом, которого убедили, что необходимо убедить сына. Он по телефону пытался его склонить, чтобы он выпустил школьников и сдался сам. Переговоры шли в пределах 15 минут в коридоре. Затем мы отца экипировали бронежилетом, спецсредствами, и он вошел в класс. В классе был где-то 30 минут разговор. После он стал выпускать школьников. Всех школьников выпустили, а остались они вдвоем с отцом. В этот момент спецназ подготовился к штурму, воспользовался моментом, и учащийся 10 класса был нейтрализован из-за бедных. Сергей Собянин потребовал провести проверку безопасности во всех школах города. Мэр Москвы отметил, что созданных систем видеонаблюдения и охраны, по всей видимости, недостаточно. Я выражаю соболезнования семьям погибшим. Сожалею за ту психологическую травму, которую получили дети. Нам нужно извлечь соответствующие уроки, провести соответствующее служебное расследование, деятельности школы, выяснить причины. Это первое. Ну и второе, конечно, провести мероприятие по усилению безопасности московской школы. Созданная система видеонаблюдения, охраны, которая финансируется городом. Тем не менее, видимо, этих мер недостаточно, поэтому я принял решение провести полную ревизию, как работает система безопасности в школах. В связи с ЧП в Центре социальной судебной психиатрии имени Сербского открыли горячую линию. Позвонив по телефону, номер которого вы сейчас увидите на своих экранах, можно получить помощь специалистов. При необходимости дети и их родители могут обратиться к врачам напрямую, приехав в Центр. Адрес Кропоткинский переулок, дом 23, корпус 2.